Фестиваль в Итоке шагает по Беларуси и на последние три дня его столицей стал Бобруйск. Финальный аккорд сегодня поставили на площадке возле Бобруйск арены. Утренняя программа была посвящена спортивным состязаниям, а вечером наградили лучших вокалистов и художников. Фестиваль завершился праздничным концертом и красочным фейерверком. Приглашаю всех на Витоке! Нужно подойти к каждой станции с различным видом спорта, выполнить задание, может на вопрос ответить, может поиграть в волейбол. И всего 15 печатей, которые нужно поставить на вот такой карточке. И только засверкали пятки. Получив задание, ребята тут же бросились их выполнять. Некоторые взрослые рядом обреченно вздохнули. Пройти спортивные квесты, заработать подарки им не позволяет возраст. 15 заданий рассчитаны на тех, кому от 3 до 14. Но не за штампик, а просто для себя, например, попасть в десяточку всегда пожалуйста. Я думаю, для молодежи это вообще самое замечательное мероприятие, которое для детей, для их развития, стремление к здоровому образу жизни, к спорту. Замечательный фестиваль. И я думаю, что это очень даже хорошо и для местных жителей города Бобруйска, и для наших гостей. Их сегодня очень много. Поэтому это очень благоприятно влияет для развития всего региона нашего. То, что в десяточку попали организаторы и идейные вдохновители, в итогов понятно еще на подходе к Бобруйск-арене. Кажется, сегодня здесь собралось полгорода. Не меньше. Не кажется. Приехали даже из соседнего Могилева, а то и Гомеля. Тут очень классно. Я даже не жалею, что я сюда поехала. Четыре часа ехали, но я теперь не жалею. Мне все очень понравилось. Классно очень. Здесь очень весело. Много всего. Куча новых ощущений. Тут море плюсов. Тут хорошо. Если жарко, тут вода бесплатная есть. Можно охладиться, да и пойти дальше проходить квесты. Но, как говорится, не спортом единым. Еще на входе гостей фестиваля встречают стройные ряды местных умельцев со всего региона. По соседству тяжелая артиллерия. Тут и на скалу помогут забраться, и на карте маневрировать научат. А кто-то и вовсе посидит за рулем вот этого степного богатыря. Пока, правда, в силу возраста без тест-драйва. Мы были на прыжках. Мы стреляли из лука. Мне нравится этот дат. Я думала, мы тут просто походим-то, посмотрим. А тут такая развлекательная программа. Я согласен, что в итоге очень хорошее мероприятие. Да. Отличное и веселое. Не зря приехали. Не только услышать, но и увидеть. Стать непосредственным участником и прикоснуться к тайным истории. От экскурсий до конкурсов юных вокалистов и художников. Знакомство со спортивными достижениями легко и доступно. В итоге раскрывают возможности и потенциал каждого региона. Не это ли лучшая реклама национального бренда? На этом фестивале собралось огромное количество людей. Здесь, на этой площадке, демонстрируется наше коренное, наше белорусское. Искусство, культура, спорт. То, к чему стремятся сегодня белорусы, чем дорожат сегодня белорусы. Потому что познать свою родину, познать свою страну, надо и знать это истоком, от корней своих. Но мне кажется, что у нас действительно теперь формируются уже даже определенные какие-то виды на то, что останется после каждого мероприятия. Или как каждое мероприятие будет развиваться и продолжаться, и какие результаты оно даст. Чтобы потом нам было не стыдно, надеюсь, заходить на следующий круг в следующем году. Следующая точка на карте маршрута фестиваля ровно через неделю. Солигорск и финальный аккорд вытоков этого года прозвучит в конце августа в Минске. Елена Горельчик, Николай Юзефович, Иван Мартынович, агентство теленовостей.